Привет, друзья! Так, у нас новый день, новые дела, интересные темы. Так-так-так, с чего начать? Да, посмотрим, необычную посылочку разберём, там что-то история интересная. А, так, продолжение истории про iPad Pro 12.9 2015 года, то есть который у нас приходил по замене батарейки. Так, да, немножечко отвлёкся. Так, iPad, да, у нас вернулся по замене батарейки, там расскажу интересную историю. Ну, кто знает, кто смотрел, тот помнит. А, 13 Pro Max, да, это вот такой интересный телефон у нас достался, достался, так сказать. Снимали мы с ним юмористическое видео. Хе-хе, кто знает, тот видел. Расскажу, что да, когда, почему, вообще, что с ним будем делать и что это вообще такое. Так, ну и да, давайте начнём с посылочки, там необычный тоже интересный случай. Так, это после. Так, да, и посылочка у нас пришла из Саратова, чем необычно, тем, что даже владелец, получается, не знает, что там внутри. То есть история такая, что он якобы приобрёл телефон, ну, iPhone XR, как я понял, на Абита, с неисправностью. То есть там телефон не включается, висит на яблоке, то ли на шнурке, продавец там что-то делов не знает, толком объяснить он ничего не может. Ну и немножко такая нестабильность, да, нас тоже особо там как-то не уведомили, дополнительно точно. История такая, что покупатель, он же теперешний владелец, как-то запутал продавца отправить это сразу же нам, и, соответственно, мы сейчас распакуем и всё посмотрим. Как написал сам, ну, получается, покупатель и владелец, что он привык там доверять людям, вот это всё, ну и как бы не было оснований, у него там не доверять и, в принципе, посмотрим, что получится из этого. Необычно немножко, да, это всё вообще то, что происходит, но как есть. Так, запечатано, по крайней мере, очень хорошо. Так, внутри что-то есть. Ну да, вот в таких историях тут до конца вообще непонятно, не ясно. Так, тут всё-таки записка как-то ещё. Телефон лежит неправильно. Когда вот так он болтается внутри. Так, окей, здесь записка. Так, ну тут пали пользовательских данных. Ладно, это всё скроем. Ну тут просто написано, данные владельца после ремонта отправить по указанному адресу. И есть данные владельца. Так, ничего, никакого объяснения, ничего. Да, до конца ничего не ясно. Вернее, вообще ничего не ясно. Так, ещё такой момент, да, вот сразу беру в руки. Ну и вот, вроде как всё родное. Вроде как всё родное, всё окей. По крайней мере, снаружи мне не к чему придраться. Телефончик видно, что пользованный. Грязненькие отверстия. Но так, в общем-то, в хорошем состоянии. Экран в хорошем состоянии, видно, что родной. Вроде бы окей. Так, давайте попробуем включить. Непонятная история до конца. Разряжем. Заряжаем. Есть, пошла зарядка. Красненькая, иначе заряжается. Так, заряд берёт как необходимо. Здесь всё в порядке. И у нас есть старт. Ну и вот, видимо, в этом моменте что-то там как-то там. Как там, что как-то человек купил, как он попросил отправить. Вот это мне непонятно. Как они там сошлись на том, что что, в каком состоянии телефон. Неизвестная история. Так, либо загружается, либо он уже повис. Ну да, видимо, всё-таки так и висит на яблоке. Интересно, необычно, не промаргивает, ничего не происходит. Просто, что называется, висит на яблоке. Вот это вот оно и есть. Вот так вот это висит на шнурке. Висит на шнурке. Вот так это висит на яблоке. Так, ну по крайней мере, в этом плане не обманули человека. Так, что мы делаем в таком виде? Это перепрошиваем. Перепрошиваем. Так, есть режим восстановления. Прошиваем. Так, выбрал режим, так называемый, без потери пользовательских данных. То есть, если он как-то заворожился, что-то бывает такое из-за переполнения памяти, либо что-то. То есть, у него есть шанс вот сейчас восстановиться. Но при всём при этом, тогда останутся все пользовательские данные на месте. И вот это будет интересный момент и следующий шаг для понимания. Сейчас всё посмотрим. Так, ну висит у нас, по сути, даже не идёт процесс прошивки. И покажу, как это выглядит. Да, вот так в зависшем состоянии находится. И статус у нас Checking File System. Это проверка файловой системы. Ну и просто висит. Так, нет, тогда в данном случае нам нужно попробовать режим прошивки. Полный, так называемый. Отрубаем. Так, и у нас по новой идёт процесс прошивки. Ну и да, судя по статусам, которые вот здесь мелькают, у нас идёт процесс, и он пойдёт дальше. Уже записывается в Writing File System. Есть, и да, у нас проценты пошли. Есть, да, у нас вот поползала шкала. Так называемая шкала. Progress bar, научно выражаясь. Ждём. Да, по текущим симптомам как раз-таки похоже на переполнение памяти. Но вот непонятно, как, что там, как история, как люди там сошлись, как сговорились. Почему человек изначальный хозяин не обратился где-то у себя, потому что, ну, по сути, это мелочь же. Вот непонятно до конца, непонятная история. А, зависит на яблоке телефончик. Продаём. Так, тут что-то немножко отошёл. На компе у меня пишет, что всё окей. Здесь что-то всё погасшее. Так, так, так. А, блин, ну да, это такое бывает, когда вот не зарядишь его. Когда не зарядишь полноценно. То есть для прошивки там минимальный ток нужен, потому что идут прямые обращения к, можно сказать, тока достаточно с провода. Для прошивки самой платы. А вот сейчас на старте нам уже нужна батарейка. Так, да, есть у нас яблоко. Ну, кстати, XR тоже грешит такими вещами. Бывает такое, что прошиваешь всё полностью. У тебя всё окей, но он может не загружаться. Это там связано с памятью. Уже на физическом уровне. Так, сейчас вот это уже идёт без компьютера у нас. Как бы прошивка в нём уже залита. Он сейчас сам себя как бы вот разархивирует её. И уже загружается пользовательский интерфейс операционной системы. Так, ну вроде вот всё очевидно и всё однозначно. Пока что всё окей. Не вижу, да, какого-то. Ну, по идее, кстати говоря, сейчас должно у нас, если он что-то у человека погас, повис на яблоке, то он, соответственно, должен быть ещё привязан к учётной записи. Это вот второй момент, который может быть сюрпризом для приобретшего. И такие вещи, да, как бы нужно понимать. Вернее, как правильно сказать, риски таких историй нужно понимать. Так, 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 шкала у нас пробежала. И бац, у нас включается аппарат. Ну да, всё, как я и предположил. Это просто переполнение памяти. Так, и более того, он, видимо, не привязан. Потому как на 15-й системе, если он относится к учётной записи, даже вот на этом экране приветствие появляется, что iPhone принадлежит к учётной записи, и там написано всё вот это дело. Так, у нас вроде бы всё окей вообще. Непонятно, интересно, почему там люди по месту не смогли сделать вроде бы элементарную процедуру. Не понял я, зачем вот эта вся история. Ну, естественно, да, по всей логике, то есть мы сначала изыскиваем какую-то программную вещь, программный недостаток, ну а потом уже после всего, после изыскания всех возможностей, открываем. То есть принцип нескрывашности, не валяшности, он соблюдим до последнего вообще, до последнего шанса. Так, у нас всё окей. Да, сейчас проверим функционал. Морда по-прежнему не влазит. Face ID окей. Отлично. Поставим дефолтный пароль. Так, у нас всё в порядке вообще. Батареечка. Всё окей. Всё окей. Вообще всё окей. Так, чё надо-то? Вообще всё в порядке. Так, ничего не понимаю, но это рабочая пара. Так, давайте в сторону там свяжемся с владельцем, скажем всё как есть. Если это история какой-то такой, что называется, покупки на удачу, то удача сложилась. Это хорошая покупка. Телефончик оригинал, не вскрывашка. Так, следующую штуку, которую мы посмотрим, это так называемая вещь. Это что называется официальная замена, как это у Apple классифицировано, замена аккумуляторной батареи на iPad. Это у нас iPad Pro. Это да, это самый первый iPad Pro вот такого здоровенного размера, 12,9 дюйма, вот он только в ширик лазит. Предыстория есть, у нас была в предыдущей серии нашего сериала. Соответственно, да, там всё сложилось. То есть изначально была удалённая диагностика, что да, подходит он по ресурсу износа батареи, подходит он под эту программу. И получается у Apple как это выглядит, как бы было приятным бонусом, если бывает такое минус, что когда на остатках нет соответственно у этого устройства необходимого, точно такого же, выдается аналогично по производительности, по классу, по статусу, выдается более новая модель. Но каким-то чудным образом нашёлся всё-таки планшет производства 2015 года, модель вернее 2015 года, просто в новом виде. И да, вот в таком вот моменте она приходит непосредственно, вот в такой вот даже плёночке заводской, новенький. Но это именно тот самый планшет, просто новый. То есть никакая там не более высокая модель, никакая-то другая, это именно та же самая модель. Прошка 2015 года. Да, я не хочу вот сознательно снимать плёночки, чтобы у владельца было прямо в новом виде. Здесь очевидно, что всё, ну соответственно, экран новый, неваляшный. Вообще сам полностью аппарат всё в плёночках в заводе, в масле, что называется. Единственное, что я хочу посмотреть, подключить к компу и посмотреть данные всё-таки, что это за девайс, как он опознаётся, как что он показывается. Давайте глянем. Комп. Так, вот так вот аккуратненько сделаем. Так, есть коннект. Так, переходим на компьютер. Так, и да, что мы видим? Pro 12.9, нет никакой приписки, что Generation 2 там, либо выше. Та же самая моделька. Так, вот интересный момент. Версия системы 13.5.1. То есть это как бы старенькая, не свеженькая. Он был на 15. Так, по модели. Это у нас ручка. Ну понятно, да, для России. Вот интересное производство. 12 месяц 20 года. То есть где-то там Apple до сих пор вот в закромах у себя производит. Интересно вообще. И да, интересный ещё момент. В серийном номере у нас сейчас стоит первая буковка F. Это означает не вновь произведённая модель, а уже, как это называется, восстановленная. Это уже как бы восстановленная. Да, получается это восстановленная. Восстановленная iPad. Но процедура эта вся официальная абсолютно. Там также идёт с гарантией. И да, по состоянию батарейки у нас 100% и 0 раз заряжен. Всё здесь всё окей вообще. Вот интересно очень вот это. То есть до сих пор, видимо, есть на каких-то на складах эти вот получаются устройства. И они вот до сих пор в обороте. То есть их нет в продаже, но они есть вот на такие моменты обслуживания. Да, это очень интересно. Очень интересно. Так, ну супер круто. Всё отлично. Я думаю, что всё-таки владелец будет доволен. Потому что изначально эта штука была очень дорогая. На сегодняшний день она полноценно актуальная. Ну и это окей. Так, всё, здесь не моросим. В принципе, да, это было очень интересно. Прецеденты по получению более новой модели, они есть. Даже на своём опыте могу сказать, что в своё время была с первыми часами произведена такая же процедура. И вот были первые, обменены на вторые. Ну вот в данном случае вот так. Так, это окей. Да, это напоминаю. Это каждый может сделать у себя по месту пребывания. Официальный сервис Apple. Там, собственно, программа есть на сайте. Всё это дело, всё это есть. Отдалённые уголки нашей Родины. Либо там, если нет доступа к таким услугам, процедурам, я вас не прошу. Я, кстати, честно говоря, забыл уже откуда это. Сейчас найду, обязательно скажу. Ну и да, это у нас получается севера, этот город, ноябрьск. Так, отлично, владелец будет рад и доволен. Более того, у него ещё один такой же планшет есть, и это будет наша вторая итерация. Отправляем. Так, ну ещё один интересный случай у нас получается. Это вот этот вот крайне топовый девайс вообще в мире во всём. Невероятный. Красивый и дорогой этот 13 Pro Max. Да, вот с такой историей по экрану купили мы его не задёшево. Но, как обозначал ранее такую вещь, то, что нам в организации важно, чтобы у нас были устройства всех моделей, чтобы там можно было что-то проверить. Те же самые детали, которые мы заказываем, экраны там, прочие, прочие всякие вообще вещи. То есть необходимо, чтобы был такой проверочный телефон. Да, обычно по таким историям принимается аппарат, покупается, потом, соответственно, меняем экран. Телефон здесь падает при знак жизни. Да, заряжается полноценно, там пищит, всё это дело. Да, чем интересно и почему, как бы, почему владелец не смог обслужить устройство? По такой причине. То есть это у нас идёт азиатское издание телефона, где у нас две физические сим-карты, и в России его обслужить не представляется возможным. То есть даже в платном порядке человек, обращаясь в официальный сервис-центр, получает отказ в обслуживании. Как бы казалось бы, да, деньги платит человек, всё готов вообще сделать, но нет, невозможно. То есть Apple сейчас довольно сильно разграничивает эти самые вещи по регионам, по регионам приобретения. Ну, тут как бы ряд таких экономических обоснований. То есть везде разные законодательства, НДС, там прочие всякие пошлины. И вот, то есть именно из-за экономической составляющей идёт вот это вот разграничение. Так, 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 так. Ну да, в принципе, вот эта вот штука у нас, наверное, сейчас не вижу смысла её разбирать, потому как сильно вот это разбито, оно раскрошится очень сильно. И это будет крайне некруто. Тот момент, когда у нас появится какая-то необходимость проверки экрана, стороннего там копии какой-то, либо там оригинала, либо что-то, вот тогда мы с вами это откроем, посмотрим, всё наглядно увидим. Я думаю, что в принципе многие видели уже и разбор вот этих всех телефонов, топов, флагманов. Как бы там особо-то ничего удивительного нет. Ну, единственное, да, что у нас поменялось, получается, глазок основной камеры у нас раньше был справа, а инфракрасная слева. И вот... Вот сейчас получается такая история, что немножко вот в области инфракрасной камеры есть повреждения. А это у нас будет говорить о нестабильности по фейс-сейне. Вот так вот там это дело видно. Так, ну да, мы с вами это позже всё откроем, доподлинно точно посмотрим, что-нибудь с ним интересное придумаем. Пока что вот так. Пока что прикольные видосики с ним выходят. Шуточного плана. Не надо там сильно там писать, там криворукие там, да ещё что. То, что мы хорошо сняли прикольное видео. Да, ну вот так. Так, это пока в сторону. Продолжим, если что-то будет интересное. Так, друзья, ну и продолжаем. Да, вот, собственно, есть что продолжить, на самом деле. И интересная тема тут такая организовалась. Организовалась, организовалась. Да, тут как сказать, это вот наш постоянный клиент. И вот что называется уже вот не откажешь никак. Интересные темы, на самом деле. Будем делать сейчас. Да, есть у нас телефон вот такой, приобретение телефончика. Изначально, в удешевлённом виде. Вот так его предложили. Ну и, соответственно, попутно предложили там выбрать человеку, опять же, на свой вкус и цвет. Заменить корпус. Получается, что за умеренные денежные средства будет сделан непосредственно по желанию клиента тот цвет, который необходим. Да, и тут ещё ряд работ будет для этого человека сделан. То есть, можно сказать, что вот сейчас вот работаем на человека. Вот так получается. Так, да, здесь единственное в восьмёрке в оригинальном корпусе. Вот этот ободок. Он туда варен-приварен на такую точечную сварку. И вот его белый не представляется возможной переставить как бы под чёрный. А почему говорю про чёрный? Потому что будем делать интересную, опять же, кастомизацию. Красную, с чёрными кнопками. Так, получится круто. Делаем. Да, по стандартам. По стандартам, по постулатам. У нас телефончик не вскрывашка. Получается немножко валяшка. Но сейчас это дело поправим. Да, как обычно, констатирую, у нас плата в идеале. Да и здесь, собственно, вообще аппарат, кроме небольших стеклянных нюансов, в идеале вообще. Собственно, сделаем новый вид. И да, это у нас приобретение. Будет несколько тут аппаратов. Одно за другим, одно за другим. Это у нас город Брянск. И там интересная такая история получается. Расскажу по ходу дела. Так, ну и да, друзья, вот получается обобрал весь корпус чёрненький. Ну и вот об этом колечке я говорю. Конечно, тут по-варварски можно это всё дело расколупать, но очень крепко оно туда вварено. То есть почему многие вот случаи попадались, когда собирают мастера корпус, а здесь такая становится big hole, как бы большая дыра. Это по той простой причине, что они не могут с родного перенести вот это кольцо. А в копии корпуса оно может быть легко не быть установлено. И получается тут как ты чё не делай, ты его ну никак оттуда не достанешь. Только вот, ну не знаю, если разрезать варварский корпус, извлечь его отсюда, но опять же вот отсюда как его достанешь. То есть такое себе получается. Так, собираем, оставляем так, делаем чёрные кнопочки. И всё по красоте. Так, да, друзья, корпус у нас готов, всё отлично. Постулаты все соблюдены, это чистый глазок, чёткий щелчок, по красоте, нижние винты будут чёрные. Ну и да, давайте сделаем вот такое как бы немножко оправдание, да, что вот этот вот нижний у нас получается ободочек, он будет соответствовать цвету яблока. Потом как яблоко на стеклянной поверхности мы тоже не сможем поменять, поэтому это вот к этому относится, вот так. Так, новенькую батареечку ставим. Так, ребятки, прям как по заводу вообще получилось. Вот кто знает, тот поймёт, тут даже такой вот на хлястике получается загиб такой естественный. Так, вообще не нарадоваться, просто новый аппарат у нас будет. Ну и так, кто скажет вообще, что происходит, почему, зачем это так делают. Ну допустим, вот, к примеру, следующая работа. Будет у нас семёрка, и корпус здания немножко такой потрёпаный. У человека, видимо, задача там под Новый год, под праздники там, подарки всем своим организовать, всё вот это дело. Но вот, к примеру, семёрку найти в идеале сейчас уже, ну, не представляется возможным. Сделать какое-то обновление корпуса, плюс какие-то интересные кастомизации, необычность. Пожалуйста, вот у нас доступно, пожалуйста, вот, всем. И это всё делаем для одного человека. Немножко, конечно, навалилось тут в конце, но в общей раз на самом деле будет прикольно. Там ещё один телефон после этого будет. Так, восьмёрочку заканчиваем, закрываем. Так, всё у нас отлично, всё по красоте. Закрываем. Ну и да, вот, по последним кастомизациям, помню, когда делаю работу, читаю комменты, да, по таким вообще вещам всегда. Смотрю, наблюдаю, что называется. Ну и такие комменты есть там, да как потом такое продаж, там, да либо что-то. Ребята, вы поймите, тоже вот разделяйте это. Человек делает для себя, для своего эстетического удовольствия. Ну, эксклюзивная вещь. В новом вообще исполнении такая вещь, чтобы пользоваться, а не с каким-то там корыстным расчётом, как я её там буду дальше продавать. Конечно, когда-то это будет продано, но вот как в данном случае, можно предоставить соответствующий ссылку на видеоматериал, где всё показано, рассказано, всё чётко и по красоте. Я думаю, что там вопросов ни у кого не возник. Мало ли что, конечно, придётся продать, но это всегда можно, вот как я говорю, показать, объяснить, что это сделано на основе оригинала. Всё чётко, всё по красоте, отслужило, всё отлично. Так, чёрные винты. Так, защитное стекло. Подарочек. Так, есть один готов. Так, пусть полежит, позаряжается. И продолжаем. Так, и да, следующий у нас интересный вариант-экспонант. Туда же уходит у нас в Брянск. И это у нас семёрочка в розовом цвете. Ну да, вот корпус немножко потасканный. Задача, видимо, у человека всё-таки идеалочки сделать. Где сейчас возьмёшь идеалочку-семёрку? Где? Она не производится, она не продаётся. Где её взять? Ещё в эксклюзивном исполнении? Пожалуйста. Так, да, будем тоже делать розовый. Но я вот тут уже приготовил модификации. Это белое яблоко, белый ободочек, белые кнопочки. Всё беленькое. Всё, что возможно. Ну, кстати, да, возможно, многие заметят внутреннюю схожесть семёрки и восьмёрки. Но эволюция, как я это называю, на самом деле очень большая в телефоне. И в конструктивном, в инженерном плане, по самой плате, ну и вообще в корпусных вещах тоже. На первый взгляд, вроде да, всё одинаковое. Но есть тонкости, моменты, именно те исправления и улучшения, которые допускает компания в одной модели, но уже не допускает в следующей. А так, да, по большей части всё садится, как там и есть. Так, да, очередная констатация. Плата и основа в идеале. Так, тут вот встал такой уместный вопрос. И, кстати говоря, да, клиент тут у нас даже спрашивает, почему можно ли семёрочный корпус, то есть семёрку, поставить внутрянку в восьмёрочные внутренности. Давайте прикинем, покажу, что к чему. Так, вот далеко не буду убирать вот это дело. Так, возьмём вот эту предыдущую историю. Ну и да, посмотрим. То есть, на вскидку, да, скажу вам о чём. Технологические отверстия, крепёжные отверстия, они немножко в разных местах находятся. Если прикинуть плату... Ну да, если прикинуть плату, у нас что получается? Основные крепёжные отверстия совпадают. В некоторых местах они, получается, отсутствуют. Ну да, как вот, допустим, вот это. Вот здесь в семёрочке идёт отверстие, и, соответственно, вот сюда крепится оно. Но мы его с лёгкостью можем как бы избежать. Так, а почему мы тогда это не можем сделать? А почему мы тогда не можем этого сделать и не делаем такого? Так, хороший вопрос вообще, говоря. Так-то у нас подходит? Подходит NFC-ха. Так, немножко не подходит Bluetooth и Wi-Fi антенка. Немножко, да, не подходит. Но вот в данном случае это не будет проблемой для ухудшения сигнала. Потому что есть те места, которые как бы влияют на приём сотовой сети, которые идут на корпус. А есть места просто крепёжные. Так, интересно. Нет, давайте всё-таки не будем делать эксперимент мы на клиенте. А позже сделаем эксперимент, как это обычно всегда делаем, на себе. Попробуем всё-таки плату от семёрки переставить в восьмёрочный корпус. Ну, либо в ОСЕ 2020, вродненький. Не в кастомизацию, опять же, отмечу, а вродненький. И вот потом попробуем. Так, а по камерам, да, по камерам. Так, ну так не сказать, надо пробовать. Да, ну, я не знаю, вообще тема-то на самом деле не новая. Возможно, мы раньше к этому обращались и, может быть, я просто запамятовал. Но, возможно, что-то не срастается. Обязательно это попробуем. Ну, если получится, покажем. Так, меняем розовое яблоко на белое. Так, кольцо нижнее меняем. Ну, кстати, да, по тому же кольцу. То есть на семёрке оно довольно-таки так нормально вытаскивается, а на восьмёрке оно уже приварено. Не знаю, может быть, и в Эппл вообще всегда вот эту информацию о каком-то, о эксплуатации устройства, как что себя проявляет, оно очень всё это накопительный эффект имеет. То есть эта информация накопится. И в последующих моделях происходит эволюция вот этого всего дела. Не знаю, может быть, были какие-то случаи, когда это кольцо отваливалось, либо что-то там с ним происходило. Но в семёрке оно буквально вот так вот легко достается и меняется. Как говорится, чик-пик. Так, всё, как говорится. По красоте. Закрываем. Беренький. Всё чётненько. Так, всё отлично. Закрываем. Так, белые винты. Так, стёкушка подарок. И продолжаем. Так, есть готово. Так, и у нас два уже готова. Ну вот, на самом деле, что-то у меня есть сомнения, вот почему корпус не подходит. Вроде бы там как-то с камерой что-то не стыковалось. Но это мы обязательно попробуем. Подтестим на себе, что называется. Так, два готова. Продолжаем. Так, друзья, да, продолжаем продолжать. И позволю себе немножко украсть, так сказать, эфирного времени у города Брянск. И передать его городу Белгород. Так, да, это очередное приобретение в нашем магазинчике. Одиннадцатый телефон. В данном случае он без комплекта, это у нас называется, да. То есть коробочки от него нету. Просто в мешочке. Ну, аппарат в отличном состоянии. В хорошем состоянии, да. Есть вот тут небольшая история, видимо, ударчика по вот этому левому верхнему углу. Незначительная вообще. Чехол это дело скроет, никак не влияет на функционал. Тут тем более, что безобидная вообще площадь. Так, клеим стекло. Подарочек. И отправляем. Это у нас город Белгород. Вам большой привет. Так, есть окей. Белгороду привет. Отправляем. Так, продолжаем обслуживать Брянск. И у нас такая штука получается. Это вот корпус, откуда берутся оригинальные детали. И в последнее время поставщиком оригинальных деталей стал у нас город Брянск. Потому как берем новый телефон, снимаем с него новый экран, оригинал. Ставим демократичную копию, ставим корпус по желанию клиента, цвет какой хочет. Соответственно, и вот эти все детали у нас отлетают в одно место. Телефончик в сборе, по сути, новенький. Отлетает у нас в Брянск. И это, да, уже не первая итерация за последнее время. И вот говорю, что реально уже поставщик оригинальных деталей для народа, для населения. Это город Брянск. Спасибо вам. Делаем. Да, и будем делать желтый мы цвет. Опять же, с кастомизацией. Это будут черные вставочки. Ранее, кстати, кто-то тоже делали подобную работу. Я сказал, что было бы прикольно сделать желтый с голубыми кнопками. И там кто-то сказал, да, как плак Украины. На самом деле было бы прикольно. Украине, кстати, большой привет. Многие оттуда пишут. Но, видимо, в силу каких-то, ну, в принципе, известных обстоятельств, может быть, как-то проблематично нам отправить либо что-то. Хотя, на самом деле, были бы очень рады. Так, да, 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 да. Было бы с голубыми кнопками вообще круто. Но делаем черный по желанию клиента. Занимаемся? Так, и этот телефончик у нас вообще не активированный. Новый в пленочках. Вообще все по красоте. Ну и да, урок по открытию телефона. То есть я тяну вверх немножко спирта. Совсем немножко. В умеренной степени. И нужно просто тянуть и верить. По чуть-чуть, по чуть-чуть он расщепится. Просто планомерное. Как бы его вытягивание вверх. И по чуть-чуть, по чуть-чуть. Больше спирта. По чуть-чуть, по чуть-чуть у нас образуется щелочка. В которой мы уже безопасно инкапсулируем лопатку. Ну а дальше дело техники. Это бесплатный урок безопасного открытия телефона. Да, как вы понимаете, вся эта история только актуальна лишь в том случае, когда детали будут в идеале оставлены. Поэтому все очень аккуратно. Так, есть, да, это у нас первое открытие этого аппарата. Собственно, здесь все по стандарту. Быстренько переносим внутренности в новый желтый цвет. Черные кнопочки не забываем. Да, ребята, вот продолжаю делать. Вспомнил такой интересный момент, который ранее, в принципе, как-то обозначал. Зацеплял вскользь. Есть такой момент. На официальной процедуре у Apple при замене аккумуляторной батареи на, если не ошибаюсь, на десятку. На выше модели вроде как нет. При снятии аккумуляторной батареи снимается динамик. У него в этом месте расщепляется вот такая губчатая проклейка, которая как бы дает... Ну, такая пылевлагостойкость, да, в принципе, она имеет в этом назначении. И, то есть, когда эта штука снимается, переставляется, меняется батарейка, динамик после этой процедуры ставится новый, именно с нанесенной вот этой вот губкой. То есть, ну, как бы вот так подумать, да, немножко абсурд. То есть, я в данном случае ее могу аккуратно снять, чтобы она осталась на самом динамике. И, соответственно, в новый корпус, это вот об этом месте идет речь, она просто туда уже встанет, как бы вместе с ним все будет окей. То есть, пылевлагостойкость в этом месте она сохранится. Но вот Apple настолько заморачивается, что она даже такой мелкий момент не доверяя человеку. То есть, по процедуре, по регламенту замена. То есть, вот так вот. Никак по-другому. По-любому замена динамика. Хотя, казалось бы, да. Меняем батарейку, меняем динамик. Ну, я вот сейчас предположительно покажу, как это должно выглядеть, да, получается. То есть, я изымаю динамик. А зачем изымается динамик? Ну, и вообще, вот как сейчас в данном случае, я снимаю низ, ну, так сказать, нижнюю часть вот этих всех. Нижнюю часть динамик, вот, Taptic Engine, все просто убираю, чтобы безопасно извлечь хлястики, вот эти, на которых держится батарейка. Ну, и, кстати, телефончик новый. Интересно посмотреть, какой он вообще датый. Знаю точно, что вообще свежий. Ну, батарейка нам даст эту информацию. Ну, и да, вот этот момент, когда у нас вот эта губчатая проклейка, она расслаивается. Ну, я опять же, с помощью спиртовых технологий ее подцепляю, даю ей искусственное расщепление. Ну, и она вся у меня естественным образом остается на динамике. Так вот, Apple вот из-за этого момента меняет динамик, потому что на нем вот эта новая проклеечка идет. Заморочились так. Ну, и да, когда у меня собран низ, то есть я могу наиболее полого извлечь эти хлястики безопасно для батарейки. В данном случае это очень важно, потому что батарея новая, она естественно остается. Вот он, хлястик. Так, есть великолепным образом. Изъяли батарейку. И, интересная информация, да, это у нас шестой месяц, 21 год. То есть телефончику полгода получается. Так, окей, батарейку в сторону. Так, да, экранчик родной у нас отлетает в сторону. И вот на днях у нас придет, я не помню, посылочка из какого города, там как раз по вопросу замены экрана на iPhone XR. И вот, собственно, спонсором вот этого мероприятия, ну и вообще, как я уже сказал, поставщиком, вернее, поставщиком детали, в данном случае у нас будет город Бянск. Так, ну здесь вообще нечего даже комментировать. Это новая плата. Так, по чуть-чуть переносим на желтый. Ну и да, вот этот вот пыльничек, он абсолютно липкий, вообще в полной степени вот так же, если бы здесь это была и новая. Но вот Apple настолько заморачивается, что вот из-за этой даже наклейки, из-за пыльника меняет целиком динамик. Поэтому отчасти, отчасти, от этой части, вернее, да, и стоимость официальной услуги по замене батарейки, она довольно дорогостоящая. Плюс там очень недешевая утилизация старой аккумуляторной батареи, это транспортные расходы. Там очень все заморочено, как всегда. Конечно, в какой-то степени не составляет труда его абсолютно вот так же снять аккуратно, как я и это сделал, соответственно, назад поставить. Но Apple, видимо, знает, что нельзя доверять такие вещи людям, нельзя. Как бы не был выучен человек, как бы, сколько бы камер не было воткнуто ему, вокруг него, так скажем, то есть за контролем его деятельности, все равно косички будут, косички будут. Apple знает. Тут потому, что все равно, понимаете, люди подневольные, и это такая вещь. Лучше просто по процедуре обозначить, что заменяется динамик и нет проблем. Ну да, на самом деле, есть в этом что-то такое эстетически прикольное. Желтый с черным. Выглядит классно. Вообще, все эти комбинации очень довольно прикольные. На самом деле, черный экран сверху, в конце будет круто. Да, тут, конечно, красный разъем, но это внутренка. Так, ну да, этот корпус у нас, собственно, в родном оригинальном исполнении. Ждет у нас тоже какой-то такой итерации. Ждет, полежа вот лежит. Оригинал. Так, итак, у нас финальная стадия. И да, вот как раз-таки на желтом фоне видно, насколько хорошо сохранилась родная проклейка в корпусе. То есть тут ее трогать не будем. Чпекс, экранчик и все как литое. Так, все отлично. Как никого и не было. Так, контрольно проверим перед финальным закрытием. Включается. Так, все отлично. Закрываем. Да, мне не терпится, на самом деле, посмотреть, так сказать, финальный вид. Так, ну и да, ну вообще, очень прикольно выглядит, на самом деле. Блин, не хватает еще каких-нибудь черных элементов, чтобы как-то это перетекало. Но желтый с черным, блин, очень классно. Да, все готово, друзья, все отлично. Вообще просто невероятно. Так, винты. Все великолепно. Да, ну и тут, на самом деле, ребята, время уже, что называется, делать одно дело. А мы еще не ели. Вот эта вся красота у нас отправляется, как я уже сказал, в Брянск. Так, это вот так. Это вот так. Это вот так. Все, это кастом вообще великолепно. Ну и тут, да, на самом деле, еще такая ситуация, что Брянск не дает уйти домой, на самом деле. Хотя уже время вообще. Финал. Еще один телефон необходимо сделать в эксклюзивный, удешевленный, кастомный вариант. Но это уже завтра. А пока что. На этом все. Брянску привет. Как говорится, всем привет. И всего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова